Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте. В начале выпуска по традиции небольшой анонс главных тем. Немягкая посадка. О беспорядках в Махачкалинском аэропорту, спровоцировавших столкновения силовиков и литингующих, расскажем через минуту. Подобрал нужные слова. Полпред ВСКФО поблагодарил Муфтия Дагестана за экстренное обращение к петингующим в Махачкалинском аэропорту. Давай вступай. На площадке исторического парка «Россия. Моя история» прошла донорская акция. Сад памяти. В Южном Дагестане посадили 200 саженцев в честь погибших участников СВО. Информация о прибытии беженцев из Израиля в Махачкалу стала поводом для массовых беспорядков. Сотни возмущенных людей, в основном молодежь, поздним вечером 29 октября прибыли в аэропорт «Уйтаж» в поисках иностранных граждан. Результатом этого стал погром оборудования, воздушная гавань, столкновение с сотрудниками правоохранительных органов и запугивание пассажиров различных рейсов. Следственный комитет Республики возбудил уголовное дело по статье 212 «Массовые беспорядки», которое предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. По месту жительства, причастных к организации противоправных действий, проводятся обыски. По информации Главного управления МВД по СКФО, сотрудники полиции установили более 150 активных участников протестной акции. 60 из них уже задержаны. 29 октября на территории Международного аэропорта Махачкала группой лиц были спровоцированы беспорядки. В результате принятых мер сотрудниками полиции МВД Республики Дагестан во взаимодействии с другими силовыми ведомствами массовые беспорядки были пресечены. В настоящее время территория аэропорта очищена, аэропорт находится под контролем правоохранительных органов. В Минздраве Дагестана отметили, что в больницах сейчас находятся пятеро пострадавших. Двое из них в тяжелом состоянии из-за черепно-мозговых травм. В данное время аэропорт уже возобновил прием и отправку воздушных судов. При этом рейсы из Талявива в Махачкалу будут временно направляться в другие российские города. А еще накануне в аэропорту было далеко не спокойно. С призывом не нарушать порядок к митингующим экстренно обратился и муфти Дагестана шейх Ахмат Афанди. Духовный лидер назвал молодых людей по-отечески сыновьями и попросил их не давать волю эмоциям. Шейх отметил, что понимая чувства, которые переполняют дагестанцев, однако вопрос нужно решать другими методами. Искренне говорю, вы ошибаетесь. Таким путем этот вопрос не решается. Ваши возмущения мы очень понимаем, воспринимаем это очень болезненно, но все-таки то, что с Израиля, с израильтанами самолет летает сюда и запретить это таким вариантом, таким акциям это не запретишь. Мы с соответствующими людьми будем говорить и дальше будем стараться решать этот вопрос по-другому. Не эмоциями, не митингами, а соответствующим образом. Вам максимум терпения и спокойствия. Как отмечает ряд новостных изданий, после обращения муфтия многие люди начали расходиться. А утром во всех мечетях Дагестана традиционно собрались тысячи верующих. Мусульмане, как полагается, совершили утреннюю молитву, далее выступил с лекцией ученый-богослов, а в завершении все обратились ко Всевышнему за скорейшее наступление мира на святой палестинской земле. Аллаху маху, ста храфи, стыдам и армикам, дадима, 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 дадима. Пол-предпрезидента России ВСКФ Юрий Чайко в телефонном разговоре поблагодарил муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди Абдулаева за оперативное реагирование и личное участие в урегулировании инцидента, произошедшего накануне в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает официальный сайт муфтията Дагестана. Своевременную и ответственную позицию духовенства отметил также и глава региона Сергей Меликов. Начиная с 7 октября и муфтият Республики Дагестан, и все мечети работали на то, что в период служб, да и не только мечети, в период духовных мероприятий произносили молитвы за то, чтобы люди остались живы, за то, чтобы мир наступил там, где сегодня проливается кровь. И к другим темам. Давай вступай! Под таким названием прошла выездная акция по донорству для оказания медицинской помощи онкогематологическим пациентам. Проходила она на территории исторического парка «Россия. Моя история». С 2013 года учреждением службы крови региона активно ведется поиск доноров костного мозга. На данный момент в Республике проживает более 3000 граждан, состоящих в ветеральном регистре, и стволовые клетки 10 неравнодушных дагестанцев были использованы для трансплантации пациентам клиник. Данная акция направлена на то, чтобы все больше людей узнало о донорстве костного мозга, так как это такой аспект в здравоохранении, который необходим получается для тех людей, которые заболели лейкозом, то есть в простонародье раком крови. Это, получается, для них последний шанс, который они вообще в целом имеют с момента поставки диагноза рака крови, не считая химиотерапии и всех процедур, так скажем, последний этап. Если мы сегодня больше людей проинформируем о том, что это безопасно, что это не вредит, что благодаря этому возможно спасти чью-то жизнь, то, думаю, это самое лучшее, что мы можем сегодня сделать, потому что, в первую очередь, никто из нас не застрахован. Если кому-то сегодня понадобится помощь, и мы ему окажем, то придет время, когда этот же человек или кто-то другой окажет нам тоже помощь. Чем полезна донация костного мозга, чем она помогает, то есть люди, которые участвуют в регистре костного мозга, они могут помочь детям, либо же взрослым, онкологически больным. Отметим, что организаторами мероприятия выступили Федеральное медико-биологическое агентство России, Республиканская станция переливания крови, волонтеры-медики и Красный крест. Цель марафона – привлечь молодых, активных и здоровых людей к добровольному, безвозмездному донорству по всей стране. В Махачкале подвели итоги конкурса «История успеха самозанятых-2023». Он предлагает предпринимателям республики показать свои достижения и успехи в различных областях бизнеса. Победители были выявлены в таких номинациях, как бьюти-индустрия, туризм, кулинария, дизайн, народно-художественные промыслы, образовательная деятельность и производство. Призерам и победителям были вручены различные сертификаты и подарки. Они подавали заявку, свою анкету, где они рассказывали свой путь, то есть как они пришли, чтобы стать самим самозанятым и проделали этот путь, то есть развивать свой бизнес как самозанятые граждане. Данный конкурс проходит в рамках национального проекта «Малая и средняя предпринимательская поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Сегодня у нас в конкурсе 7 номинаций, где члены жюри уже отобрала самых успешных наших самозанятых граждан. Я работаю уже более 15 лет в бьюти-сфере. Последние три года я работаю с детьми. Я единственная в своем роде брейдер и мастер-универсал. Я стригу и мальчиков, и девочек, и заплетаю косы. В этом году, в 2023 году, я провела два мастер-класса для 30 самозанятых. Провела благодаря Центру поддержки предпринимательства. Спасибо им огромное. Дальше будем продолжать. 200 саженцев появились в саду памяти между селом Сабнова и городом Дагестанские огни. Семьи погибших участников спецоперации собрались, чтобы высадить плодовые деревья на гектаре земли. По замыслу организаторов, каждое дерево станет символом памяти о тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу и безопасность. В акции приняли участие представители Агульского, Ахтынского, Дахадаевского, Курахского, Маграмкенского, Рутульского районов, городов Дербент и Дагестанские огни. И к новостям спорта. Боксеры Муслим Гаджимагомедов и Шарабудинатаев провели поединки на профессиональном ринге. Турнир «Ночь чемпионов» прошел в Душанбе. Серебряный призер Олимпийских игр 2020 Муслим Гаджимагомедов встречался с африканцем Аканип Хузи. Поединок продлился 8 раундов и завершился в пользу махачкалинца единогласным решением судей. В другом поединке чемпион мира Шарабудинатаев был сильнее боксера из Узбекистана Азизбега Абдугафурова. Соберник оказался от продолжения боя после пятого раунда. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши выпуски также и в социальных сетях. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!